Героями сериала «Игра престолов» стали уссурийцы. Образы Серсеи, Дайнерис, Короля Ночи и других персонажей воплотили гости праздника на вечеринке от компании Телемикс. В зале развернулась настоящая борьба за трон. Сначала за железный, чтобы сфотографироваться, потом за мягкое компьютерное кресло. Приз в конкурсе выиграл самый артистичный участник. Он действительно мне нужен. На самом деле я даже не ожидал. Скорее, это было больше по приколу, но действительно это кресло мне пригодится. Я за компьютером сижу на пуфике, если честно. Самурай победил в плане удобства весовой категории. То есть даже людям с небольшим весом очень в нем комфортно. Так же, как до 120 килограмм, то есть вес он абсолютно спокойно выдерживает. Сечетая спинка очень удобно. Ну, скажем так, не потеешь. Кожаное сидение очень мягкое. Драконы – один из символов сериала «Игра престолов». Масштабная фотозона с изображением огнедышащего украсила целую стену. Над оформлением проекции трудились дизайнеры студии декора «Колибри». Все фанаты этого сериала с нетерпением всегда смотрят и ждут, что же будет с драконами, как Дейнерис, как они вырастут. Искали, перелопатили весь интернет, пересмотрели все серии и все-таки нашли более или менее большого качества фотографию и смогли ее распечатать. Закрытый показ, запрещенная реклама – изюминка ежегодной вечеринки от Телемикса. Серьезные, социальные, смешные и даже откровенные ролики увидели около 500 человек в зрительном зале. Доритас Блейз – новый вкус, разжигающий пламя. Тему вечера организаторы выбрали по многим причинам. Игра престолов, культовый сериал пользуются огромной популярностью во всем мире. И совсем скоро на экраны выходит финальный сезон. Я думаю, мы однозначно попали в точку, потому что у нас действительно все билеты были проданы. У нас просто аншлаг действительно сегодня. Людям очень жарко от такого тепла людского, да, скажем так. Я думаю, что действительно мы угадали, в этот раз прям попали в точку. Ну, в Уссурийске очень мало происходит, достаточно мало мероприятий интересных для меня конкретно. Поэтому на это я хожу обязательно, каждый год. Ну, хочется такую рекламу увидеть именно по телевизору, не только в зале закрытом. Да, конечно. Такая реклама, она намного веселее, интереснее. Не хочется приключить. Гости вечеринки полностью окунулись в атмосферу культового сериала и средневековья. У женщин платье в пол, короны, меха. У мужчин кольчуги, плащи, мечи и накидки из шкур. Что самое интересное, он реально, да, похож на Горячоя? На самом деле это был я. Я в образе Дайнерис. Наряд я выбрала, ну, наверное, исходя из своих возможностей сшить этот наряд за одну ночь. Своими руками делаем? Своими руками сделано все. Это очень интересно. И я жду уже последний сезон, наконец-таки. Но здесь очень атмосферно. Поэтому я с удовольствием решила посмотреть на трон в конце до концов. Ну, и на рекламу. Мы каждый год ходим, поэтому хорошо, что совпало и мероприятие, и тематика, которая мне нравится. Схватки на мечах – часть жизни эпохи Средневековья. Тема послужила идеей одного из конкурсов. Только битва была на воздушных мечах, точнее шарах. Победитель завоевал сертификат от проекта «Микрорайон Радужный». Мы подготовили два ценных подарка. Это подарочный сертификат на приобретение квартиры и также на приобретение земельных участков. Скажите, лично вам, насколько близка тема «Игры престолов»? Смотрели ли сериал? Желание появилось. Очень интересное представление. Наряды, костюмы. Здорово на самом деле. Сейчас все, кому близка эта история, ждут финала сериала «Игра престолов». Премьера первой серии восьмого сезона назначена на 14 апреля. А 10 апреля в 20.00 на канале Телемикс смотрите расширенную версию видеоотчета «Вечера». Екатерина Рехтина, Игорь Антонов и Алексей Шиповалов. Телемикс.